25 августа вот воскресный день вышли из храма помолились сейчас было проповедь также возвращать как выходит идет разговаривает и тормозит а за баграде не разговаривать выйти суда нет и что за и задерживают это не касается это все отсюда идет главная сфера к это откуда идет как поближе подойдите тут одну тему обсудить надо сегодня возникают вопросы у архиерея по других почему общем нету в общем нету приход есть пришел ушел приход религиозная организация называется церковь все они чтобы одинаково было по-другому нету общину вот хотел отец владимир головин приехать и узнать как это община то образуется кто желает сказать на эту тему как образовать общину вот мы приехали в шарщину раздавали евангелие в каждый дом свидетельствовали библиотеку пригласили куда книги дали полный комплект потом на стадионе бывает где-то встречали там завялывали знаки садил на стадионе на областном клуб называется и с людьми беседуем и бывает такое люди прямо обращаются можно ли образовать там общину можно ну давай поговорим и оттуда люди приехали сюда потеряю к нам и говорят мы собираемся дальше не знаем обратились к тебе по порядку давай с мужчин что ты будешь делать они приехали то есть там что-то прорастает что еще не известно притом говорим мы везде одинаково говорим если у вас будет желание церковь к местному архиерею обращаться тогда был тут антоний так и говорили им что вы должны собираться занятия проводить это людей объединяет именно вокруг слова божия да все и приедут сюда понятно ну нужно чтобы там был человек который знает писание который делает это не за деньги а ревностный вот сегодня мне скинули один материал я могу вам его даже посмотреть девятнадцать мужиков мы парни видно сидят там безбородые выше на луна природы это на лугу табуретки сели и поют песню ой ты калинушка калинушка о том что листик от нее отлетел в океан упал а чем вызвано россия когда-то помогать серби что ли собралась и послали кораблей несколько и несколько полков а полк сколько это ну примерно ну тысяч это определенно полк дивизия 12 тысяч до 15 военное время где-то разбитые корабли утонули вместе с лошадями и она начинается тем что молодой солдат просится отпустить меня домой генерал этому полковнищик пожалуйста у меня молодая жена у меня больные там родители дети и они поют это было 1799 году и мне говорят это наше да это наше зачем они поехали с южную сторону первый вопрос убивать господь поднял волны их убил и все и вот они теперь тоскуют они сидят и поют на таком ком-то языке казачьим не поймешь даже но внизу текст дается прочитал и в общины так не образуется я спрошу по порядку игорь ты ездишь много встречаешься с людьми попытки были образовать общину всегда должен быть ли лидер в этом деле а лидер это избранный человек любящий бога и тебе не надо ничего искать святая библия на столе кто желает вот у нас была чернявская александра ивановна амуша иван семёнович инвалид войны отечественной и она все время ходила в храм и вот она видит какие-то люди кучкуется она говорит я наконец осмелилась и подошла я говорю кто вы такие я вижу в храме молитесь свечи не покупаете вам по плечу колотят вы не передаете баптисты пришли а кто такие она не знает что такое баптист они готовы православные у нас занятия в университете университете а почему не сказали нигде но мы говорим а как говорит священники запрещают по радио нам место не дают в газете печатали зачем не прочитали а как пройти ей рассказали она сразу зашла как села и все до смертного часа там будет а рядом с ней зверева маргарита не маргарита она была тогда и она видит вторник пятница они раньше времени с дачи уходят дачи рядом у них и куда ходят они еще не ходят не знаю и она с ней как-то договорила слушай саша куда вы уходите с иваном со своим занятия идут в университете да по библии все разъясняет она говорит я бы пошла нет это не тот по радио говорит один человек его лапкин фамилия вот это мне по сердцу надо как раз и выходим туда на задание да ты что ж как партизанка не сказала и она пришла и член нашей общины то есть там молчали тут молчали а время то шло и некоторые уже отошли умерли нужно стремиться к этому вот они поют такое песнопение да поют слаженно с с таким напевом а почему не пропеть такое взойдем на голгофу мой брат который у баптиста поется посмотрим как нашей греховности я смертельных страданиях христа истомил как дорого нам он спасение купил пойдем перед ним на русском на музыке взойдем на голгофу мой брат апостолный богом мессия распят а правде святой проповедовал он у больных истомил а теперь он казнен пойдем перед ним взойдем на голгофу мой брат посмотрим как нашей греховности яд смертельных страданиях христа истомил как дорого нам он спасение купил пойдем перед ним и каждый раз одна это одно это песнопение все остальные мирские перетянет а эти слушают женщину я с самого начала слушала слезами залилась о ком о чем ты слезами залейся что христа не знаешь а вот эту слушала она и калинушка калинушка и у нее слезы церковь пришла в церковь я наверно больше не пойду такие переживания какие не знаю слезы сами текли ну чего что то есть напев мотив все соответствует а не знает я вот так может тебе на русском надо да на русском меня зовут его сказали что там баптисты да ты не баптистка и послушай где-то она послушал вот это мне и надо теперь ее никто не поддержал она там осталась где вы бываете дома организуйте домашнюю церковь выберите время все остальное уйдет какие мы бы не были хорошие богатые чтобы дети это знали вот сегодня мы предлагаем сегодня воскресный день у нас разрешается ягоды собирать грибы на рыбалку сходить сегодня никто не имеет права работать это необычно не занимаясь обычными делами престольные праздники другие вот фермер он может работать пастух выгоняет и вот если мы желаем поистине служить богу должны приближаться к тем которые говорят о боге конкретно мы проповедуем мы сегодня решили свозить ребятишек с вашего позволения вот сейчас только пообедаем позавтракаем чтобы к нам пришли свозить их на каренду ягода уходит дать им ведерки каждому он будет брать и наестся сам а мы едем дорога разговариваем о боге значит это обстановка другая вот он себе ребенок знаете как меня поставил я стоял и так смотрел правая нога у него четыре раза вот так левая один раз дальше стал все он уже не танцует ничего два раза дал посидеть все и уже от отходит так один раз вот это глухонемая слепая и она начала в люди выходить она замуж выйдет я знаю про одну считаю она стала профессором глухо слепонимая научилась говорить и говорит чисто речь ну там палочку такую не палочку как пластинку как у мороженого язык делает как язык шевеет она начинает издавать звуки наконец произносит и у нее комната по ее проекту построена и платим все она выбирает сама она говорит жмешь какие-то света надо ей то есть ограничение нигде нету ну а суть есть глухонемая ну что же слава богу около нее есть кто переводит родственники изучили она счастливый человек она многое не нужно слышать слышала бы где она объявили к собрания значит общину образовать можно только через слово божие есть такое слово общак это преступники собираются решают где-то по разным специальностям про все ассар марсенковский когда сидел в тюрьме там политбюро решала он называл пилат бюро не политбюро и вот там в тюрьме были по сельскому хозяйству йогова разведача профессора все сидели то и люди с камеры в камеру ходили тогда такая свобода была а он говорил о боге неделя прошла все кружки к нему сошлись почему игра кончилась арестовали 300 человек коммунисты вывешали первое покушение на коммуниста будет все 300 будут расстреляны они никакого отношения не к власти не имеет ничего и вот какой-то придурок там стреляла убил его на вокзале все 300 сразу были расстреляны опять снова новых идут выбирает кто то есть самый стресс самые грамотные исследователи ученые сразу берут еще снова объявление если нашего тронете все 300 будут расстреляны и снова убили снова 300 класс вырезался класс за классом сегодня этого нет хотя у одной нации есть такое написано иди лучшего христианина и убей прямо сегодня книги выпускают найди лучшего и убей то есть лучшим то битям быть опасно но мы знаем на что идем мы выставляем один ролик на этой неделе его поставить я приходил вот игорь александрович барабаш и все они в семье собрались с их разрешения я считаю и благословение выставляем ролик чтобы нашлись жертвователи помогли купить новый комбайн он все рассказывает о себе и такие простые вопросы задаю просьба помолиться чтобы господь есть такие люди которые прямо раньше на меня выходили у меня столько денег я не знаю куда деть даже ну куда деть я готовился здесь на 700 человек лагерь все уже было готово двухэтажные здания там то другое перестройка и все отлетело то есть мы могли это все сделать он нашел на меня его вывели как китайский который там черной металлургии деревню перестроил будешь молиться будешь молиться еще дома про себя можешь в кухне говорить господи помоги брату который делает а делает он это честь всей потеряевки 720 квадратных метров зерносклад это не просто так взяться на это дело сегодняшнее не каждый на это решится даже сарай перестроить туалет перенести с места на место вот у меня все вы хотели что ваши ребятишки съездили с нами закона каренду а мы сегодня и так запланировали ехать ну да мы как начнем мы сегодня и так запланировали ехать туда спасибо христос ага ну да а во сколько у вас они дома будут ну мы после занятий поедем так а мы до занятий до занятия они с нами поехали бы да ладно хотя если христос съездим павлович еще здесь там я просто пости там надо спаси христос что там с надписью на летом у нас с надписью а что вы это ну а вы понял понял нет почему понедельник ты будешь делать меня позабьем все связать когда-то делается так ты понял вы там все работать можно он только раз я что это да конечно можно это нормально все я покажу снятая когда будет